На самом деле, надо знать, что это восприятие идет от того, что мы путаем кое-что. Когда мы так чувствуем человека, с которым мы имеем дело, знайте, что в это время хлыщет энергия любви между нами. И эта энергия любви – это сама личность, личность супруги Господа действует между вами, и вы ее именно так любите. А человек, он является отражением этой любви, если он способен эти отношения любви поддержать. Понимаете, то есть Бог дает эту силу любви между людьми очень просто. Он говорит, пожалуйста, пользуйтесь, но если вы не умеете любить меня, то есть вы тогда не поймете деликатность любви никогда, раз. Если вы не умеете любить меня, вы будете слишком много просить и требовать от человека, и погубите любовь в вас. Понимаете, вот эта деликатность или добрый стиль, вы правильно, у вас есть ощущение какое-то в сердце от того, что я что-то недоговариваю и что-то, ну, как бы, слишком, ну, немножко фальшивлю. У вас есть такое ощущение, я сейчас вам все-то говорю. Знаете, отношения любви на самом деле имеют очень сильную взаимную природу, и если человек не чувствует взаимности, он никогда любить не сможет. Знаете, что отношения настоящей любви ни один человек в этом мире выдержать не может. Настоящая взаимность такова, настоящая природа взаимности такова, что если вас обидел близкий человек, вы хотите ему эту обиду в полной степени высказать. Это называется взаимность в отношении. Обиделась, говорю об этом, это взаимность. Знаете, ни один человек на земле не может выдержать эту силу нашей взаимности. Именно поэтому природа любви между мужчиной и женщиной, она другая. Вот если, допустим, вы все, что вы думаете, скажете вот так с искренним чувством к Богу, со всем сердцем вот так открытым, то в этом случае он будет очень рад. Он выдержит, не просто выдержит, а будет очень рад. А если вы близкому человеку вот так все искренне скажете все, что вы думаете, считаете, вы разрушите его сердце. Потому что вы не понимаете, что люди, они очень хрупки в отношениях любви и выдерживать эту энергию не могут, потому что мы не боги, чтобы это выдерживать. Знаете, что когда супруга Господа очень сильно разгневана на него и кричит на него изо всех сил, то в это время Господь испытывает самое максимальное счастье в любви в отношениях с ней. И поэтому он специально ее приводит к гневу иногда, для того, чтобы она покричала на него. И он испытывает огромное счастье в отношениях с ней. Теперь найдите хотя бы одного человека, который испытывает счастье на земле от того, что на него жена разгневалась. Никто не выдержит энергию гнева в любви, понимаете, а Бог это считает высшим проявлением любви. Я поэтому вам это и говорю, что мы не способны жить в таких очень сильных взаимных чувствах в энергии любви. Мы не способны на это, потому что у нас не хватает сердца. Понимаете? Поэтому человек должен в отношениях с любви, с близким человеком быть очень осторожным. Он не должен на полную катушку как бы свою взаимность проявлять. Надо быть очень осторожным, ласковым, как бы ненавязчивым. И тогда вот энергия любви между вами будет двигаться сильнее и сильнее. И наступит такой момент, когда вы к близкому человеку подойдете и скажете, ты знаешь, вот так-то и так. И он все выдержит, скажет, знаю. Нет, это не имеет значения. И запомните, если это произойдет, и вы сможете серьезно общаться с близким человеком на полную катушку, то это значит, вы достигли максимальной степени человеческой любви, которая называется искренность. И вот на этой максимальной степени вы сможете с этим человеком потом быть вместе и в следующей жизни. Но мало кто достигает такой возможности. А вы сразу хотите искренне относиться, обращаться к близкому человеку, его сердце никогда это не выдержит, понимаете, а чаще всего закрывается и наглухо. Если вы хотите искренности, знайте, чтобы искренне услышать близкого человека, который в отношении к любви с тобой находится. Нужно так сильно распахнуть свое сердце и так сильно ему верить, что никакая энергия жесткости не травмирует свое сердце, потому что ты веришь ему бесконечно и знаешь, что если он так говорит, значит в этом есть глубочайшая причина. Но никто из нас друг другу так не верит. И поэтому в отношениях к любви, где действуют очень хрупкие и ранимые энергии, мы должны быть максимально дирикатными друг с другом, для того, чтобы за годы отношений доказать свою честность в отношениях с этим человеком. И когда ты это докажешь, тогда он будет от тебя воспринимать все, что угодно. Любые слова он примет, какие бы ты ни сказал и как. Понимаете? Но сначала это невозможно, потому что отношения очень хрупкие любви, энергии очень сильные, каждое слово воспринимается в 10 раз сильнее, чем мы его говорим. И поэтому нужно вести себя в 10 раз мягче, чем хочется, понимаете? Потому что мы не выдерживаем этих отношений, этих энергий просто элементарно. Искренность возможна. Искренние слова возможны, когда отношения развивают. С об premiers что-то в каком случае, если вы видите, Продолжение следует...